Для Молдовы это экзистенциальный вопрос, то есть если просто назвать вещи своими именами, если правильно не выстрелит, Россия просто захватит Молдову. Я считаю, что Россия на примере своего поведения в Карабахском конфликте, взаимоотношения между Арменией и Азербайджаном, в двухсторонних отношениях с Арменией в первую очередь, показалось свою недееспособность и неблагонадежность. Я не согласен с формулированием, что ЕС является стороной конфликта или МАД является стороной конфликта. Я считаю, что их поддержка Украины – это рациональная политика по предотвращению рисков против себя в будущем. То есть считать это такой формой политики сдерживаемой. Объективно сравнивать эти два конфликта в плане внутренней повестки и приоритетов Молдовы, наверное, даже не стоит, потому что совершенно понятно, что российская агрессия против Украины влияет в огромных пропорциях на нашу страну. Для Молдовы это экзистенциальный вопрос. То есть, если просто называть вещи своими именами, если Украина не выставит, Россия просто захватит Молдову. То есть вот настолько важен этот вопрос для нас. Армяно-Азербайджанский конфликт для Молдовы не является приоритетом. Никогда не был объективно. Молдова, учитывая свои интересы и проблемы, никогда не принимала ни одну из сторон. То есть существует формальная позиция, но и это объективно. С одной стороны, у Молдовы есть тренестровская проблема и любые, скажем так, аффилиации с любыми интерпретациями, более или менее легитимными одной из сторон, могут отразиться на вопросе пернестровского урегулирования. То есть для Молдовы принципиально признание границ государств, образованных после распада Советского Союза, в границах, то есть государств в границах союзных республик. Да, тут нету, не может быть другой интерпретации в нашем случае. А вот с другой стороны, Молдова и на уровне государственном, и на уровне гражданского общества всегда поддерживала мирные усилия, выступает за мирные методы урегулирования, за диалог с сторон. Даже, я скажу так, есть были такие неформальные разговоры о том, чтобы Кишинев стал альтернативой Минску как платформа для переговоров. Потому что я, например, считаю хорошей идеей, учитывая культурные связи и диалог. У Молдовы конструктивные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, несмотря на то, кто был в власти, они есть, например, позитивная динамика. Причем диалог, например, с Арменией, в принципе, и с Азербайджаном существует как на уровне власти, так и на уровне оппозиционных сил, и это позитивно. В отношениях с Азербайджаном у нас довольно важный экономический фактор, присутствуют азербайджанские инвестиции в Молдову, есть определенный коммерческий обмен, есть сотрудничество, которое, в принципе, в таком начальном этапе пока в области газа. С другой стороны, товар обмен с Арменией небольшой, учитывая отсутствие, в том числе, возможностей просто физического экспорта. Но возвращаясь к политическим вопросам, вопросам безопасности, естественно, мы в Молдове следим, не могу сказать, что все общество следит, но экспертное сообщество, дипломаты за происходящим там, потому что это влияет на весь регион, естественно. И два, это изучение позиции России. И с моей точки зрения, сугубо моя точка зрения, я считаю, что Россия на примере своего поведения в карабахском конфликте, взаимоотношения вообще между Арменией и Азербайджаном, в двухсторонних отношениях с Арменией, в первую очередь, показала свою недееспособность и неблагонадежность. То есть это государство, которое не способно проецировать силу для поддержания мира, не способно предоставлять никакие гарантии безопасности и параллельно не способно уважать суверенитет народа. Потому что объективно отношение путинского режима к авторитарному режиму, присутствующему в Армении до недавно было одно, а демократический выбор армянскому народу Путин не простил. Это, опять же, сугубо мое мнение. Да, и для этого не побоялся в том числе допустить, по сути, войну. Далее, все гарантии и скажем так, гарантии мира и поддержания стабильности, которые Россия предоставила через своих миротворцев и так далее, не исполняются, и Россия не способна этому противодействовать. Традиционно за последние уже, я думаю, около двадцати лет из стран Южного Кавказа с Грузией умолдованы более тесные отношения в разных форматах. Не потому, что у нас какие-то экономические связи очень хорошо налаженные, но за счет присутствия в разных региональных форматах, таких-то в определенное время Гуам. И за последние уже 14 лет это платформа восточного партнерства, где традиционно сформировался такой подобный треугольник Молдова-Украина-Грузия, который рассматривается Европейским Союзом зачастую в таком пакетном подходе. На этом фоне присутствовал политический диалог, усиленный. Его подпитывал много лет такой формат сотрудничества в рамках политических семей европейских, Европейской народной партии, например. Даже после смены власти в Грузии все равно осталась позитивная динамика. Существуют очень плотные связи на уровне гражданского общества, контакты очень сильные, совместные проекты, визиты и так далее. Сейчас на уровне политического руководства, естественно, все далеко не розово. Есть четкая позиция руководства Молдовы о неприятии таких антидемократических сдвигов руководства Грузии, конкретно партии «Грузинская мечта». Соответственно, на этом уровне сейчас особого диалога нет. Плюс в Кишиневе, естественно, наблюдают совместно с европейскими партнерами за вот этими вот реверансами в сторону России, которая делает власть Грузии. Естественно, это все не могут поддерживать. Но так или иначе, страны в немалой мере схожи. Естественно, уровень интеграции Молдовы экономической с Европейским Союзом намного выше, учитывая общую границу. Но так или иначе, мы понимаем, что и в будущем будет вот этот пакетный подход. И нам с Грузией, скажем так, во многом будет по пути. Ну, помимо общей угрозы, которую я уже указал, это и экономические проблемы. В Молдове очень высокая инфляция. Молдова имеет очень серьезные проблемы с маршрутами экспорта и импорта в страну. То есть, по сути, мы потеряли самый главный источник нашего импорта. Это украинские, черноморские порты. Да, чтобы вы понимали, у нас импорт только из Китая доходил до около 8-9% ВВП. И практически это все шло через черноморские порты в Украине. Сейчас это все нужно переориентировать. За счет этого большие потери, цены. В Молдове была инфляция в прошлом году на уровне 30%. То есть, это все очень проблемно. Плюс энергетические кризисы, даже это не один, это и газовое, это и электричество за счет взлета цен. Накручивание, по сути, цен газпромом на европейском рынке. Плюс разрушение электрической энергоинфраструктуры Украины очень сильно ударило по Молдове. Это все очень серьезные проблемы сами по себе. Вот. И это только небольшой перечень из всех. Из возможностей, естественно, это было изменение полностью восприятия региона в целом странами Евросоюза. За счет чего Молдова и Украина подали заявку на вступление в ЕС. И в плане прогресса демократии и приверженности демократии правовому государству Молдова была более подготовлена, чем Грузия. Хотя в техническом плане Грузия, я не попросу сказать, намного более, скажем так, на высшем уровне интеграции или соответствия европейским стандартам. У Грузии намного более сильные государственные институты, но при этом власть, которая тянет это все вниз. Вот. Соответственно, Молдова получила кандидатство на членство в ЕС. Это огромный прогресс, который несколько лет назад был просто невоображаем. Помимо этого, в самом процессе конфликта и постконфликтового урегулирования мы видим возможность для окончательного урегулирования преднестровского конфликта. Это случится, этот регион в сегодняшнем формате просто не сможет пережить поствоенное устройство региона. Да, Россия просто не сможет больше поддерживать сепаратизм в этом регионе, так или иначе. Вот. Более того, у России инструменты влияния настолько снизились или их стало настолько меньше, что они даже не смогут противостоять мирному решению этой проблемы. И это, наверное, самое важное. Это из возможностей на будущее, естественно. Для страны это возможность того, что политический класс наконец-то проснулся и впервые за 30 лет начинает обсуждать вопросы безопасности. Потому что то, что происходило до сих пор, иначе как саботажем назвать сложно. Тогда, когда, прикрываясь нейтральным статусом страны, политики просто отказывались влаживать какие-либо деньги в армию, в безопасность, в подготовку общества как такового. То есть это просто наплевательское было отношение. Абсолютно обратное от того, которое было бы нормальным для нейтральной страны, которая сама себе должна обеспечивать свою безопасность. Полного консенсуса нет. То есть говорить о каких-то приоритетах, которые бы поддерживало 80% населения, пока не приходится. Если учитывать все возможности, то, наверное, наиболее высоким уровнем поддержки подживается идея вступления в Европейский Союз. То есть мы считаем, например, население правого берега Днестра, основная часть Молдовы, это около 54%. Против выступает около 30, меньше 30. То есть это вот так происходит. Ну, плюс есть Приднестровье, где ситуация немножко отличается. Но есть огромная молдавская диаспора, которая отличается очень сильно от армянской диаспоры, потому что это молодая диаспора, у всех гражданство Молдовы присутствует. Это люди, которые выехали практически за последние 20-25 лет. Они участвуют активно в выборах. Если учитывать и их преференции, то тогда у нас, наверное, будет около 70-75, может даже процентов, поддерживающих вступление в Европейский Союз. По другим вопросам, связанным особенно с безопасностью, тут, к сожалению, не допустил такой консенс. Почему? Опять же, потому что серьезных дискуссий об этом и не было. Я понимаю, что это сложно понять, например, в Южном Кавказе, где традиционно даже в 90-е годы вопрос обороны, безопасности широко обсуждались в обществе. В нашем случае, к сожалению, этого не было, поэтому говорить о каком-то консенсусе очень сложно. Так или иначе, Молдова выстраивает отношения как с США. Уровень взаимоотношений за последний год достиг исторического максимума. Плюс с индивидуальными государствами усиленное общение и сотрудничество с Украиной, несмотря на войну. Плюс диалог с странами и членами Евросоюза. Традиционно и понарастающие двусторонние отношения с Румынией, которые поддерживают Молдову практически во всем. Есть диалог с странами Черноморского бассейна более широко. То есть наша дипломатия старается быть максимально активной и выстраивать многосторонние отношения со всеми. Я думаю, что это вопрос очень узкому кругу людей, наверное, дипломатов, которые усиленно интересуются регионам. Но тут разнообразный подход совершенно, потому что агрессия России, направленная против Украины, в перспективе является прямой адресией против самого Европейского Союза, стран Европейского Союза и нами. Да, тут планы, в принципе, довольно четко оглашены. И стоило их понимать еще самое позднее, с 2008 года, с момента вторжения России в грудь. Да, к чему это все ведет. И 2014 год уже точно должен был бы уже все расставить на свои места, но, к сожалению, этого не произошло. И только вот 24 февраля 2022 года раскрыло многим глазом. То есть я не согласен с формулировкой о том, что ЕС является стороной конфликта или НАТО является стороной конфликта. Я считаю, что их поддержка Украины – это рациональная политика по предотвращению рисков против себя в будущем. То есть считать это такой формой политики сдерживания активной. И все. Соответственно, тут сравнивать роль стран Запада в конфликте между Украиной и Россией. И опять же, страны Запада не отказывались никогда от позиции медиаторов в этом конфликте. Это исключительно нежелание России. И поэтому я думаю, что не очень корректно сравнивать. Я думаю, что следят мало, дактуют мало. Вообще, если говорить в обществе, в прессе у нас довольно мало новостей. О недавних событиях в Грузии было много новостей. Но опять же, это за счет вот этих очень активных контактов на уровне гражданского общества, политическом уровне. Новости о войне в Украине доминируют международную повестку новостей и обсуждений. Поэтому я даже не видел где-то каких-то более серьезных обсуждений этого вопроса. Даже война 2020 года не присутствовала очень широко у нас в новостной повестке. Сам процесс переговоров, урегулирования договоренности, что они с собой предполагают, опять же, обсуждаются мало известно. Если говорить о долгосрочной перспективе, мне сложно судить о том, у кого есть интерес, потому что очень противоречивый интерес потенциальных сторон. Даже у НАТО нет консолидированной позиции, потому что существует, с одной стороны, позиция США, западноевропейских стран, которые выступают за стабильность, за мир в регионе. С другой стороны, есть позиция Турции, которая сильно отличается. Турция совершенно понятно выступает на одной из сторон конфликта. Существует интерес России, который противоречит. Но, так или иначе, важно, что на уровне риторики позиция большинства западных стран, того же США и России, формально соответствует по многим пунктам, связанным с конфликтами между Армении и Азербайджан. Но, мне сложно сейчас рассуждать, насколько это для России является, скажем, честной позицией, насколько это просто удержать какое-то влияние в регионе, по мере усиления просто попытаться аннексировать обе страны. И, я думаю, что, в принципе, это сознательная политика Путина по отношению всех постсоветских государств. И большой разницы между Украиной и Арменией он себе не делает. Вот. Ну, это уже немножко, скажем так, другая тема разговора. Спасибо.